Друзья, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Меня зовут Алексей Гуман, это означает вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон, и сегодня снова с нами, экс-шпион, сотрудник первого главного управления КГБ, писатель Сергей Жирнов. Сергей Олегович, рад вас видеть, очень здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, привет всем нашим зрителям. Друзья, сегодня у нас будет много тем и военных, и пикантных, и даже там неземных, секретных, в общем, все как всегда с Сергеем Олеговичем. Кстати, Сергей Жирнов пересек отметку в 100 тысяч подписчиков на своем канале и даже вошел в топ-экспертов украинского сегмента YouTube, с чем вас и поздравляю, Сергей Олегович. Спасибо, Алексей, это благодаря тоже нашему сотрудничеству с вами и со всем вашим сообществом, потому что ваши ролики демонстрируются на всех каналах Дмитрия Гордона и в гостях у Дмитрия Гордона и так далее. И, конечно, в этом смысле я очень рад нашему сотрудничеству. Это очень взаимно, друзья, все это, конечно же, в первую очередь благодаря вам, поэтому сейчас, пожалуйста, тоже не поленитесь, поставьте палец вверх этому видео, для того, чтобы как можно большее количество людей увидело нашу сегодняшнюю беседу. Ну и подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Жирнова, ссылку найдете в описании, а также не забывайте про наш YouTube-канал, и, как и сказал Сергей Олегович, забыли только YouTube-канал Олеся Бацман, она тоже с нами. Дальше. Доля этих секретных указов составила 62%, это лишь в июле месяце, и вот с каждым месяцем эта доля растет. Как вы считаете, с чем это может быть связано и что может быть в таких секретных указах? Ну, во-первых, это мгновенная практика Российской Федерации, потому что Российская Федерация очень закрытое государство, и это показатель того, что это больное государство, потому что любое здоровое государство никогда не боится публиковать свою деятельность, в том числе деятельность исполнительной власти, которым, кстати, является Путин. Путин не законодательная власть, это исполнительная ветвь власти. Эта игра с секретными указами, она, кстати, не говорит обязательно о том, что принимаются какие-то документы. Вы знаете, это в том числе и такая странная история, когда резервируются номера на всякий случай, когда можно будет задним числом принимать что-то такое, чтобы сделать вид, что это было принято не сейчас, а когда-то в прошлом. Поэтому такая странная немножко история, но она просто говорит о том, что Российская Федерация ненормальное, недемократическое государство, с одной стороны. С другой стороны, такими секретными указами чаще всего, ну, они связаны чаще всего либо с оборонными какими-то вещами, что, кстати, во время войны нормально. То есть, я так думаю, что и Украина тоже не все публикует то, что она принимает, но Украина находится в состоянии войны с Российской Федерацией, потому что она защищает свою территорию. А Российская Федерация делает вид, что ничего не происходит, что там есть какая-то специальная военная операция, что на самом деле никакой войны нету. И это вот на самом деле такая игра двойственная. Плюс в этих указах чаще всего бывают какие-то вещи, которые связаны не только с обороной, но и, допустим, с награждениями. И это особая ситуация в Российской Федерации, потому что это очень смешно, и Путин, кстати, этого не понимает. Потому что наградить человека секретным указом, допустим, сделать его героем России, это абсолютный нонсенс. Потому что если ты герой, то страна тобой должна гордиться, и она знать, родина должна знать своих героев. А если родина скрывает своих героев, то это абсолютно смехотворная какая-то вещь, потому что очень смешно, вот когда там Патрушева 10 лет или 15 лет назад Путин наградил, значит, сделал героем России секретным указом. Значит, получается такой секретный герой, которого стесняется страна показать, что он герой. Но, так сказать, если страна урод, то все остальное тоже уродское. Кстати, за что Путин наградил Патрушева, друзья, Сергей Олегович уже рассказывал. Обязательно найдите в папке интервью Алексея Гомена старое интервью с Сергеем Журном. Там потрясающе интересная история о том, как Патрушев ездил в Антарктиду. Но мы будем двигаться дальше. Конечно, издание «Политико» опубликовало материал, в котором рассказало, что на президента Украины Владимира Зеленского уже было совершено не менее десятка серьезных покушений российскими ДРГ, в том числе и из рядов чеченцев и вагнеровцев. И на самом деле это вроде как не новость, да. До этого тоже говорили о том, что в начале полномасштабного вторжения на президента Украины были покушения, в том числе ДРГ заходила и в правительственный квартал, об этом сообщали и в Совете национальной безопасности. Однако вот в последнее время таких заявлений о каких-то новых попытках покушений украинская власть не заявляла. Может ли это свидетельствовать о том, что Россия, например, оставила саму идею убить президента Украины, или же существуют, возможно, какие-то закулисные договоренности с Китаем, с Западом? Потому что даже, ура, турбопатриоты, как-то так их назовем, российские, они часто жалуются и по-людоедски плачутся, что, мол, почему оккупационные силы, почему российские войска не наносят удары по городам, когда там находится Зеленский в командировках. Даже когда он приезжает на линию, близкую к фронту, даже туда, мол, не прилетает ничего, что как это значит, вот российская разведка не знает о его перемещениях. Это так хорошо работают украинские спецслужбы, да, и контрразведка. Или же действительно, возможно, имеем дело с какими-то закулисными договоренностями, или просто российская власть решила оставить президента Украины, ну, скажем так, в покое? Ну, российская власть, людоедская власть, поэтому она никого в покое никогда не оставляет, и если она кого-то оставляет в покое, то, значит, просто руки короткие, да, потому что просто президент Зеленский довольно хорошо охраняется, довольно хорошо обеспечена его безопасность, то есть, когда он приезжает, это никогда не объявляют заранее, всегда мы получаем кадры, тогда, когда мы получаем кадры от визита, допустим, президента Зеленского на фронт, это тогда, когда его уже там нету. То есть он сначала туда приезжает, он что-то там делает, это не делается в прямом эфире, это делается сразу после, но тогда, когда уже поздно куда-то там бить. Российская Федерация, безусловно, гоняется за ним, он является законной военной целью, кстати, и Путин является для Украины законной военной целью, и любой руководитель российских ведомств является законной целью военной. И если удастся разомбить где-то Путина, Мишустина, Шойгу, там, я не знаю, любого другого министра, который напрямую связан с вооружением, в том числе, кстати, министра экономики Российской Федерации, потому что экономика обеспечивает войну, то здесь никаких проблем нет. И это, если на Зеленского не делаются покушения в последний момент, это просто потому, что Российская Федерация не может это сделать. Опять же, вы сами понимаете, что не в целях каких-то симспециальных операций заранее говорить, что вот тогда-то мы хотим вот того-то там убить и так далее. Кстати, мировой опыт доказывает, что такие покушения на первых лиц – это довольно неэффективная мера борьбы, потому что они редко когда удаются. И больше того, это все может работать всегда, кстати, даже не может работать, а всегда работает наоборот. Потому что если человек какого-то покушается, то значит подчеркивается его значимость для противной стороны. И таким образом, вообще, если уж так говорить, то обычно, ну скажем так, страна, которая умна или страна, которая размышляет, она делает вид по басне Изопа или там басне Крылова «Зеленый виноград». То есть когда она не может дотянуться, она говорит, ну и не очень хотелось бы, да, и не очень хочется. Вот, и это, кстати, тоже правильно, потому что самая хорошая, кстати, борьба медийная – это игнорирование какого-то человека. Вот когда с человеком начинают бороться, как с Навальным, например, да, и вот Путин фактически создал Навального как оппозиционера, да, потому что если бы он его не сажал, если бы он с ним там его не травил, если бы он за ним там не гонялся, то, в общем, Навальный, может быть, оставался там каким-то политиком средней руки, совсем незаметным, каким там, я не знаю, там их десятки каких-то людей, которые состоят в каких-то патриях, там, я не знаю, в том числе оппозиционных, в том числе игрушечных каких-то, и, в общем, никто их даже не знает толком, да, и все они, когда они выходят на какой-то избирательный процесс, то все это происходит на уровне статистической погрессности, они никогда не преодолевают даже реальный вот какой-то барьер, там, бедно, 2-3-4 процента, ну, максимум 5, вот, а как только начинают с человеком бороться, тут же делают из него, соответственно, икону какого-то, мартира такого, жертву и героя, вот, и в этом смысле не исключено, что это тоже так. Хотя, судя по тому, что Путин делает очень много глупостей, я не удивлюсь, что на самом деле это просто потому, что у них нет эффективных, неэффективных способов борьбы, потому что я вам напомню, что, допустим, даже такие показательные казни, которые Путин устраивал против Скрипалей, да, вот, когда там башировали эти, там, и Мышкины, значит, чуть не одевшись в военную форму советскую, вот, помните, как по анекдотам про Штилица, да, который там шел по рейсканцелярии, за ним тащился парашют, ну, вот, примерно такие же шпионы, там, приехали в Англию, вот, но они, кстати, в итоге ничего не добились, да, потому что они добились только того, что 152 шпиона тогда, вот, в 2018 году были высланы из 25 стран мира и двух международных организаций, что им усложнили работу, кстати, Скрипаль не погиб, до чего не погибло, ну, там погибло два человека, которые не имели никакого отношения к этому, к этому делу, вот, и, может быть, на уровне оперативном, кстати, службы сделали вывод, что это неэффективная вещь, вот, но Путин человек упертый, и он такой человек злопамятный, вот, и поэтому, я думаю, что если бы у него была возможность бороться с президентом Зеленским, он бы довел это до конца, вот, но в Украине, допустим, стоит система американская, довольно эффективная патрио, которая защищает украинскую столицу, президент Зеленский, у него тоже есть какие-то там бункеры, у него есть хорошая служба безопасности, вот, а потом есть самое главное другое, вот, представьте себе, если Зеленского, допустим, ранят, то вообще это будет просто, он сейчас уже популярен, там, 95% украинцев его поддерживают, даже они, если они к нему раньше плохо относились, они его поддерживают на 100%, да, вот, а тут будет на 125%, на 300%, на 400% и так далее, плюс к тому же, вот, мы проговаривали с одним из ваших коллег, то, что, вот, допустим, Зеленский исчезает, да, но для Украины это не станет вселенской катастрофой, потому что в Украине есть коллективное руководство, в Украине есть второй эшелон, в Украине есть третий эшелон, весьма эффективный, и, кстати, Зеленский, в отличие от Путина, человек, который умеет делегировать полномочия, который, вот, допустим, в войне, он не лезет никуда, вот так, как Путин лезет там в решения военные, вот, Зеленский не лезет, есть заложенный, есть там министр обороны, которые сами на своем, в уровне, в рамках своей компетенции принимают решения, и в этом смысле, ну, конечно, фигура Зеленского весьма значима, но это не означает, что если он исчезнет, то все разрушится, Украина пойдет и сдастся сразу Российской Федерации, вот это совершенно не так. Друзья, свои слова поддержки украинскому президенту, а также, ну, оставить можете в комментариях, также очень интересно почитать, кому вот из, так называемого, второго шло, ну, скажем так, людей, руководителей страны и военных ведомств, кому вы более всего доверяете, тоже оставляйте ваши ответы в комментариях, возможно, почитаемых в последующих интервью, очень любопытно узнать ваше мнение. О войне уже заговорили, о ней, вот, на самом деле, много есть новостей, чуть-чуть позже, просто раз уже вспомнили Путина, хотел бы об еще одном высказывании его с вами поговорить, значит, Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественный российский автопром. В Государственной Думе Российской Федерации уже даже сказали, есть, сделаем, и пообещал, значит, глава Госдумы оккупантов Володин, что действительно все чиновники, все закупки для всех ведомств перейдут на закупки «Лады», «Москвича», «Волги» и «Ауруса». На последний, напомню, такой машине ездит и президент Путин, у него там супер навороченная версия, поговаривают, что за 100 миллионов рублей. Но я еще любопытно, как оставил один комментарий из моих товарищей, что в свое время Ельцин, если я не ошибаюсь, еще хотел такую инициативу внедрить, ну, там жаловаться начали чиновники, что, значит, машины ломаются, вот, и он сам в итоге как бы этот указ-то и отменил. Как вы думаете, какое будущее у этого указа теперь? Это во-первых. А во-вторых, слушайте, ну, 100 миллионов рублей, да, за «Аурус», это у кого еще таких денег-то хватит? Для кого эти «Аурусы» производить-то будут эти суперэлитные? Ну, указ Ельцинский, кстати, это не Ельцин, это Борис Немцов еще, когда был вице-премьером, он тогда вот говорил, что вот я езжу на «Волге», там, на «ГАЗ-31», да, ну, надо понимать было, что, кстати, это тоже была немножко игра, потому что это «Волга» была, то есть металл, это был «Волга», а все внутренности были, на самом деле, иностранные, там мотор был не российский, не газовский, и внутренности все были не газовские, такие, кстати, форсированные машины были в свое время и в Комитете госбезопасности, там только «Волги», внешне они напоминали эти самые серийные машины «Волги». Вот, сама по себе идея, кстати, довольно правильная, это правильная абсолютно идея, потому что, грубо говоря, Российская Федерация надувает счет и говорит, «Мы великая держава», да, а дальше мы начинаем смотреть, и что у вас великого есть. И получается, что кроме каких-то военных штук, да, там, я не знаю, потенциальных каких-то там «Сарматов», «Армат», там, я не знаю, «Кинжалов», «Ониксов» и прочих «Посейдонов» ни хрена нету, да, потому что нет своей машины приличной, нет айфона, нет компьютера, нет бытовой техники, а если есть, то плохое, или если есть, то это просто отверточная сборка, потому что все детали западные или китайские, а просто в Российской Федерации, там, в Зеленограде электронику собирает вот из иностранных деталей, получается типа советские компьютеры, да, которых на самом деле никакие не советские, никакие они не компьютеры, вот, и это на самом деле проблема гораздо глубже, что у Российской Федерации реально она является банановой республикой, то есть, ну, вместо бананов у нее нефть и газ, вот, и ядерный потенциал советский, который, кстати, не все физики убеждены, что российский, советский ядерный потенциал давно уже не работает, потому что там распадающиеся элементы радиоактивные, их надо заменять, это стоит довольно дорого, это Россия, кстати, плохо умеет, потому что ученые из России уезжают, айтишники из России уезжают, все, что думает, из России уезжает, и остаются очень неэффективные люди, вот, а дальше есть вот такая популистская, популистская, значит, тема, вот, значит, все чиновники должны пересесть на отечественное авто, что, в принципе, абсолютно правильно, любая страна, кстати, у нас во Франции та же самая проблема, условная проблема, да, но вот, допустим, все партии требуют, чтобы у нас французские чиновники ездили только на Рено и Пежо и на Ситроене, то есть на хороших машинах своих, вместо того, чтобы покупать там Тойота какие-нибудь там или Мерседес или еще что-нибудь западное, вот, и в этом смысле все нормально, это показатель, кстати, когда чиновники едут на своем родном, это показатель того, что свое родное, хорошего качества, ну, здесь мы понимаем, что это игра, потому что, ну, вы представляете себе депутаты Госдумы, которые пересядят на Жигулю, да, это вот Путин там может, опять же, вот Путин, кстати, когда был на форуме, на Петербургском, он же там пытался там завести какую-то машину российского производства, она просто не завелась, да, это, кстати, уже не первый раз, уже там какая-то Лада Калина у него там не могла завестись, вот, и каждый раз, когда пытаются сделать из этого какую-то рекламу, все дело не работает, вот, а дальше просто ведь мы же понимаем, что люди, которые идут в политику, которые пытаются присосаться к власти, они хотят присосаться в том числе и за материальные составляющие, и для них, вот как бы это ни было, ну, значит, вот владение там иностранной маркой является признаком успеха, вот если ты ездишь на Ауди, именно на BMW или на Мерседесе, то все у тебя хорошо, или на Лексусе, вот, а если ты ездишь на Ладе или там на Запорожце, ну, Запорожце – украинская машина, да, вот, то у тебя все плохо, вот, кстати, Аурус, он тоже типа только формально является, точно так же, как сухой джет является формально только российским производством, потому что все составляющие иностранные, и, кстати, вот, один из блогеров, который, ну, так, специалист по автопрому, делал разбор этого Ауруса и говорил, что, кстати, очень переоцененная машина, очень плохая по своим характеристикам, и вот недавно было ДТП с участием Патриарха, где высказывалась версия, что такого ДТП не смогло произойти ни с одним зарубежным автомобилем, потому что просто у Ауруса, кстати, очень плохой, так сказать, поворотный момент, да, он очень плохо, вот если прямое какое-то препятствие возникает, он не может резко отвильнуть, потому что у него очень плохие просто дорожные показатели. Вот, ну, это такая популистская вещь, посмотрим, кстати, на Путина, потому что Путин в этом смысле слушал, кстати, мою критику, потому что моя критика, там, 20-летней давности, вы можете пересмотреть, перечитать мои статьи на ProZero, на старые старые, когда я ему говорил, что вот человек надувает щеки, говорит, там, Россия, а ездит на Мерседесе, он пересел на Аурус, это, кстати, вот показатель того, что он все-таки прислушивается к тому, что он говорит, и, так сказать, хотя бы внешне пытается хотя бы он сам соответствовать уровню и статусу главы государства, который претендует на какую-то там роль в мировой политике. Ну вот, если мы говорим о тех же Аурусах, да, там же главное, это все-таки, наверное, не маневренность автомобиля, а то, что по большому счету, ну, как декларируется, что вот та модель, которая у Путина, это чуть ли не танк, на колесах, действительно он там такой защищенный, насколько вам известно? Ну, это старая история, потому что Советский Союз уже производил такие машины, там у него были сначала Чайка, потом ЗИЛ, там, СО-15, СО-17 и так далее, то есть это специальный правительственный лимузин, который действительно с бронированными стенками, с бронированными стеклами выдерживает прямой выстрел из огнестрельного оружия, даже там говорят, что и выстрел из гранатомета выдерживает, вот у него полноценные, полнопрофильные колеса, то есть не на воздушной подушке, они просто из цельного куска резины, и поэтому там, так сказать, вот если в серии такие колеса сделать нельзя, то, так сказать, для штучных экземпляров все это можно сделать. И что, кстати, и в результате приводит к такой баснословной цене этого автомобиля, потому что, конечно, если взять по характеристике просто по его функционированию, то гораздо лучше любой иностранный автомобиль, типа там, Роллс-Ройса какого-нибудь, там, или там, Бентли, да, это просто старинные марки, которые доказали уже много-много десятилетий, если не столетий, свою значимость, свое высокое качество. Ну, надувает щеки. Вот, возможно, так сказать, этот автомобиль, поскольку он штучный, поскольку он ручной сборки, поскольку все для него сделано в индивидуальном порядке, то он стоит баснословные деньги, но вот для Путина ничего не жалко, как бы для главы с государством. Путину для Путина ничего не жалко. Друзья, хочу пригласить вас на мои творческие встречи, которые состоятся в крупнейших городах Соединенных Штатов Америки. За все время полномасштабной агрессии России против моей страны я ни разу не покидал территорию Украины. И вот теперь лечу в Соединенные Штаты для того, чтобы встретиться с вами. Не секрет, что у меня есть совместная программа с Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины, в рамках которой я приобретаю дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo для наших вооруженных сил. На сегодняшний день войска я передал уже 65 таких дронов, и, конечно же, я хочу вернуться из США с еще большим количеством дронов для нашей армии. Мои выступления состоятся 26 октября в Сиэтле, 27 октября в Сан-Франциско, 28 октября в Лос-Анджелесе, 1 ноября в Майами, 2 ноября в Вашингтоне, 3 ноября в Филадельфии, 4 ноября в Нью-Йорке и, наконец, 5 ноября в Чикаго. Обещаю, мы поговорим обо всем. Я отвечу на все ваши вопросы. До скорой встречи, друзья! Будем двигаться дальше. Поговорим о том, что произошло в Краснодарском крае. Прогремели взрывы в Новороссийске. Одна из топ-тем вообще украинского сегмента и социальных сетей, и информационных агентств. Ну и российские, в общем-то. Но в Украине, конечно же, все-таки этому радуются больше. Называют уже это успешной операцией украинских спецслужб. По версии Минобороны оккупантов, там опять те самые надводные беспилотники, которыми атаковали, которыми подорвали Крымский мост, теперь атаковали военно-морскую базу. Как пишут российские СМИ, поврежден десантный военный корабль. На кадрах, которые появились в сети, видно, что крен у него появился, его отбуксировали, значит, куда-то ближе к берегу. Стоит добавить, что еще в этой местности, где куда летели эти дроны, ну, летели по воде, скажем так, эти дроны, и там еще и находится Каспийский трубопроводный консорциум, по которому в Новороссийске идет нефть. Видим, что вот эти вот надводные дроны стали таким, ну, интересным новым ключом, скажем так, к новым спецоперациям Украины, хотя Украина пока, конечно, свою причастность не подтверждает. Однако до этого, там, тот же Валерий Залужный говорил не раз, что мы будем, не будем ни у кого спрашивать для того, чтобы использовать украинское вооружение для атак по российской территории. Как раз эти надводные беспилотники, как говорят журналисты СНН, и есть украинская разработка, которая, в общем-то, вошла в обиход уже с началом полномасштабного вторжения. Как вы вообще оцениваете динамику вот этих атак по России, вот теперь не только по Москве, по Таганрогу, по Самаре, теперь еще и по воде, скажем так, прилетает оккупантам? Вы знаете, это очень хорошая, это очень интересная информация, и самое главное, это очень интересная и хорошая тенденция, потому что многие люди забывают, что Украина вообще не банановая республика. Украина, конечно, выращивает подсолнечник, конечно, выращивает пшеницу, конечно, выращивает как бы сельскохозяйственную продукцию, и это так, житница Советского Союза всегда была и всегда остается. Это богатая сельскохозяйственная страна, потому что хорошие климатические условия, умеют украинцы работать и так далее, все это хорошо. Но Украина большое экономическое промышленное государство, промышленное государство, причем с тяжелой промышленностью. Кстати, одной из целей военной операции Российской Федерации на востоке Украины является захват этой промышленности, потому что все знали, что комбинат «Азовсталь» – это было крупное металлургическое предприятие, которое стоит много денег. В Украине делались стратегические ракеты ядерные для всего Советского Союза, «Южмаш» в Днепре и КБ, и предприятия, которые способны сделать космическое устройство, которое полетит в космос, которое может полететь куда угодно и долететь куда угодно, очень эффективно работает. В Украине ядерная промышленность работает очень активно, у вас 5 ядерных станций, ну, там Чернобыльская стоит, но у вас 4 работающие, у вас 15 ядерных реакторов работающих. Это значит страна, которая умеет, во-первых, строить это дело, во-вторых, обслуживать это умеет делать, то есть у вас есть абсолютно хорошие научные кадры. В Николаеве у вас есть судопроизводство, которое работало на весь Советский Союз, у вас есть, я не знаю, еще в Запорожье, например, Моторсич, это просто жемчужина, которую, кстати, китайцы пытались у вас перекупить, потому что она создавала, в частности, роторы для вертолетов российских, и, кстати, боевые российские вертолеты К-52 работают на украинских роторах, кстати, поэтому вот когда Путин, мы с вами своими смеялись, когда Путин ездил куда-то там в Сибирь на вертолетный завод, и там ему показывали недостроенные вертолеты, и Шойгу с Путиным спрашивали у генерального директора этого завода, ну, когда вы там нам обещаете достроить, а тот мялся и не мог сказать им в камеру, что никогда не достроим, потому что нет к нему роторов, и Россия их не делает, вот, а Украина умеет делать, и, кстати, в этом смысле мы все время говорили, что Украина зависит сейчас, конечно, от поставок западной техники, да, но эти поставки идут медленно, эти поставки зависят от политического расклада в Соединенных Штатах Америки, во Франции, в Германии, там, во всех тех странах, которые поставляют это оружие. И пока Украина не станет независимым военным государством, со своим независимым военно-промышленным комплексом, у нее всегда будет зависимость от иностранного государства. И Украина, судя по всему, сделала явно совершенно выводы из этого дела. Мы знаем, что строится завод по производству беспилотников «Байрахтар» на территории Украины, да, немецкий какой-то концерн обещает построить свой военный завод на территории Украины, не просто его построить, но обеспечить его противовоздушной, противоракетной обороной сам себя, чтобы его не смогли разбомбить никогда никто. Вот, то есть... Тут важно сказать танковый завод, это тоже очень... Да, танковый завод, да, «Рейнметалл консорциум», вот, и так далее. И Украина, мы знаем, что Украина наладила производство воздушных беспилотников, и Украина наладила производство морских беспилотников. Это, кстати, показатель того, что Украина находится на переднем крае военной мысли, потому что вот эта война показала, что, в общем, беспилотники становятся основным, ну, чуть не основным средством, потому что они позволяют без потери людской осуществлять настолько эффективные операции, которые никакая артиллерия Второй мировой войны, никакие танки Второй мировой войны не могут позволить. Вот, и, судя по тому учащению ударов, которые и беспилотников воздушных, и беспилотников морских, в Украине налажено такое производство. Вот, частично, кстати, об этом было сказано, потому что был какой-то салон, он попал, там, отчеты о нем попали в печать, и там говорилось, что вот, значит, несколько сразу фирм, стартапы, молодежь какая-то новая, которая придумывает эти беспилотники, которая патентует, которая производит новое оружие, вот, и поскольку оно есть, вот мы его видим в теле, да, Новороссийск является важным портом и цивильным, и военно-морским. Вы правильно сказали, что это терминал нефтегазовый, откуда вот там из Казахстана, из Туркменистана, из Азербайджана туда идет нефтегаз, и плюс Россия, российское наполнение, вот, и плюс, конечно, вот флот, который увела Россия из Севастополя, она его перевозировала в Новороссийск сейчас, и частично там в Туапсе, еще подальше туда, куда-то. Вот, Россия в этом смысле, кстати, я не понимал раньше, вот, чего она так упирается с Севастополем, да, вот, почему ей обязательно нужно было там на 50 лет, значит, брать в аренду этот порт у Украины. У нее столько денег, что она могла себе построить три новых порта, потому что эти вещи, которые окупаются, которые интересны всегда, и даже с точки зрения безопасности, всегда лучше иметь несколько портов, которые работают, чем один, от которого зависит полностью, там, Черноморский, допустим, флот Российской Федерации. Вот, и, значит, новые эти удары, они показывают, что украинские эти дроны уже многократно использовались. К сожалению, для противвоенных судов они пока еще уязвимы, да, потому что все-таки они движутся не, вот, вы сказать, там, они летят, ну, они, конечно, движутся быстро, но это, строго говоря, это моторные лодки такие, быстрые моторные лодки, но их, они видны на радарах, то есть, скорее всего, еще там проблема все-таки их защищать какими-то материалами, которые меньше видны радарам, и тогда вот, когда они, так сказать, будут усовершенствоваться, возможно, они станут вообще неуязвимыми для радаров, и тогда это будет очень грозное оружие, потому что тогда Украина способна будет просто потопить весь российский флот, черноморский, который, кстати, не очень большой, там всего 30 кораблей, вот, то есть, строго говоря, это не так сложно и сделать, если вот есть работающий инструмент, вот, плюс, вы же обратили внимание, что по Москве тоже бьют дроны украинские, причем они не водные, они летят, вот, это такие маленькие... Да, тоже забавно, что летающие дроны называются бобер. Да, вот, ну, это такой юмор такой, может быть, да, вот, и так, чтобы врага обмануть, вот, но, опять же, это совершенно естественно, потому что Украина производила самолеты «Аны», да, Антоновская КБ, Антонова, это украинская КБ, которая, значит, могла производить самые тяжелые самолеты в мире, да, вот, Антоновы, это вообще уникальное произведение, так сказать, и многие страны, в частности, кстати, страны Африки и НАТО иногда даже используют украинские самолеты, ну, там, советского производства, когда им нужно было, там, допустим, даже в больших военных операциях какие-то там танки куда-то перебрасывать, потому что, в общем, МРИЯ, никто в мире не может сделать более тяжелый самолет, который может переносить только так много груза. И поэтому потенциал научно-производственной Украины есть, и я так думаю, что все это будет развиваться, и чем больше, чем быстрее это будет развиваться, тем быстрее Украина будет независима, более независима от иностранных поставок, пусть даже если компоненты будут западные, это не проблема. Главное, что производственная база будет украинская, а самое главное, что ведь Украина заключила такое соглашение морально-психологическое с странами НАТО, что по территории Российской Федерации, вот той законной территории, да, вне границ 91-го года, она сказала, что она не будет использовать американское оружие, чтобы ударять по этой территории. Значит, у нее было безвыходное положение, вот если надо было бить по Москве, надо производить что-то свое. И Украина, судя по всему, научилась производить это свое. Друзья, ваши впечатления от динамики атак по Российской Федерации уже украинскими беспилотниками, напишите в комментариях, точно так же, как и слова поддержки нашему военпрому, поддержка им точно сейчас нужна. И, кстати, не забывайте об инициативе Дмитрия Гордона. Мы собираем на беспилотники для украинской армии, поэтому присоединяйтесь, всю информацию найдете в описании. Еще одна новость, которая на самом деле встревожила меня. Служба безопасности Украины предупредила своих партнеров и украинцев, и белорусов, о том, что Россия силами вагнеровцев планирует терапию в Беларуси, чтобы полностью втянуть страну в войну. Диверсия готовится, по версии Службы безопасности Украины, на Мозорском нефтеперерабатывающем заводе. Там наемники Вагнера должны будут изобразить украинскую ДРГ, чтобы после этого можно было обвинить Киев, ну, естественно, и втянуть Минск в полномасштабную войну. Вот то, что сейчас вагнеровцы находятся на территории Беларуси, по вашему личному мнению, это все-таки как бы многоходовка какая-то Кремля, и могут ли их действительно, можете ли вы поверить в эту версию, что их могут использовать для проведения какой-то диверсии под украинским флагом, скажем так, для того, чтобы втянуть Беларусь в войне? Если под многоходовкой иметь в виду, что Кремль сам умышленно сделал Пригожинский мятеж и затем, чтобы появилась возможность перебазировать вагна в Беларусь, то это нет. Это вот такого нету, потому что Пригожинский мятеж это реальность, которая, кстати, очень неприятна для Путина, и было видно и по реакции Путина, и по реакции его Министерства безопасности, военных, что они к этому всему были не готовы. И расформирование Вагнера, кстати, разрушение Вагнера доказывает, что все-таки это было мятежное соединение, и для Путина это скорее потеря и геополитическая, и геостратегическая, военная, и политическая внутри страны, и это, конечно, не могла быть какая-то спецоперация ФСБ, потому что, во-первых, там нет слишком так много умных людей, они глупы на самом деле, Путин глупый человек, он чаще всего принимает очень глупое решение, вот, и заподозрить его в том, что он такой хитрый, такой умный, и разработал такую шахматную комбинацию, не стоит, значит, он не стоит наших таких авансов ему. Я, наверное, да, неясно выразился, я, в принципе, это как бы и не рассматривал как вариант, уже после мятежа, как бы перекидывания Вагнера по своему имену на территорию Беларуи, что их отпустили туда, для чего, вот, могут ли действительно использовать для диверсии на территории Беларуси? Вот, а дальше, поскольку они там уже оказались, то дальше это система Станиславского, да, если ружье висит на сцене, то ружье должно выстрелить в последнем акте, вот, и поскольку, так сказать, вагнеры все окатались в Беларуси, с одной стороны, и с другой стороны, вы же понимаете, вот, у Пригожина на самом деле остается такое желание, да, он, конечно, мятежник, да, он, конечно, пошел против Путина, но его бы устроила очень реабилитация, то есть ему захотелось бы снова вернуться вот на круги своя, прежде всего, ради того, чтобы получить снова бюджетное финансирование, потому что его финансировал Путин, кстати, опять же, глупый человек Путин, который публично об этом сознался, что он финансировал Вагнера, вот, и для Путина присутствие Вагнера на территории Беларуси тоже может быть интересно, потому что все-таки какие-то наемники, которые там уже есть, значит, не надо ничего придумывать, надо просто их вооружить и направить, и таким образом получить из этого дела какие-то дивиденды. Вот, я не исключаю такой вариант, это, кстати, не в интересах Беларуси, не в интересах Лукашенко, и поэтому мы видим, кстати, что Лукашенко, вот точно так же, как Лукашенко, не хотел участвовать в войне Путина. Вы заметили, что последние 7 месяцев никаких воздушных атак с территории Беларуси не происходит, вас уже больше не бомбят с территории Беларуси, а это решение Лукашенко настоял на том, что он сказал Путин, нет, вот это твоя война, и ты сам со своей территорией разбирайся, я тебе могу там, чем могу, тем помогу, то есть я могу принять твоих там раненых, больных, я могу принять там твоих бойцов, чтобы их принять на боевое слаживание какое-то, на подготовку, но участвовать в этой войне я не хочу. Вот это, судя по всему, Лукашенко это Путину прямо сказал и довольно жестко сказал и нашел какие-то аргументы, почему Путин с этим согласился. Вот, ну а поскольку вагнерцы уже там находятся, то я не исключаю вариантов, конечно, провокаций каких-то, вот такие провокации, кстати, со стороны путинской, путинской России мы ожидаем не только в Беларуси, мы ожидаем их на Запорожской АЭС, мы ожидаем их на всех захватенных территориях, где тоже есть, вот Мишустин подписал законодательную базу, по которой на любом предприятии может быть устроена техногенная катастрофа, и чем этот самый завод в Беларуси отличается от какого-нибудь там терминала в Запорожской области, в Херсонской области, от завода Титан в Крыму, или там, я не знаю, от АМИАКО-провода, который идет через территорию Беларуси, или там даже от газопровода или нефтепровода, который идет через территорию Украины. И по этому поводу все возможно, мы следим за этим делом, тем более, что война же путинская была идиотской затеей, но Путин ее же начал, вот все рациональные люди, включая, кстати, меня, как рационального эксперта, я говорил, что Путин, скорее всего, не начнет, потому что это не подготовлено с военной точки зрения, но Путин дурак, и Путин начал, и поэтому в нашей экспертизе мы не можем закладывать, что Путин дурак просто, да, вот, а теперь закладываем, вот поскольку он уже допустил очень много глупых абсолютно шагов, я не исключаю, что он допустит еще теперь еще более глупые шаги, и поэтому теперь он вполне, мы должны исходить из того, что он может сделать какую-то провокацию с использованием вактора. Друзья, свое видение ситуации напишите в комментарии, на самом деле Служба Безопасности Украины предупреждает, значит, как минимум есть основания так полагать делать такие заявления, поэтому предупрежден, значит, вооружен. Дорогие друзья, благодаря в том числе интернет-магазину Гордон Шоп мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Flymoor Combo, дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем. Заходите в интернет-магазин Гордон Шоп и приобретайте там все, что хотите, начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом, а еще там есть конфеты Гордон в шоколаде, птичье молоко, а еще там есть яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде, а еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Гордон Шоп, скучного точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. Ну а мы будем двигаться дальше. Друзья, кстати, если не поставили лайк этой беседе об ансам, сделайте это сейчас. Я думаю, что мы уже в общем-то заслужили. Также подпишитесь на ютуб-каналы Сергея Жирнова, а также на ютуб-каналы нашего медиа-сообщества Дмитрий Гордон и Олеся Бацман в гостях у Гордона. Так, у нас теперь более пикантная часть нашего разговора. Значит, сразу две новости о разводах недавно прозвучали в средствах массовой информации. Значит, во-первых, премьер Канады Джастин Трюдо разводится с женой после 18 лет брака. Последний раз супруги отправлялись вместе за границу в Лондон на коронацию Чарльза 3-го в мае. Королевскую семью, в свою очередь, тоже постигло расставание. Принц Гарри и актриса Меган Маркл расходятся. Ну а точнее, решили взять паузу в отношениях, как пишут британские СМИ. Значит, теперь, кстати, герцог Сасекский отправится в Африку. Очень надеемся, что он не встретится там с представителями ЧВК Вагнер, которые тоже туда собрались. Ну ладно, это такое. Перейти к дальнейшему обсуждению. И, в общем-то, тут хочется поговорить и о Путине, конечно, о его разводе в свое время. Потому что, ну, вот здесь как-то там даже Принц Гарри с Меган Маркл в общем-то разошлись на какое-то время достаточно спокойно. Путин же ведь в свое время тоже как-то очень внезапно заявлял о расставании с Людмилой. Я сделал это, я, кстати, даже специально посмотрел, когда именно. Чуть ли не там во время антракта в театре, куда они вместе пришли, там что-то журналисты подошли у него, спросили, и кстати, а как у вас дела? Он говорит, да вот, значит, с Людмилой разводимся. Как вы, вот я же говорю, вот эта история с разводом Путина, наверное, очень заинтересует наших зрителей. Ну и вообще, если можете сказать о том, как вы видите вот эту тенденцию на разводы среди политических лидеров, с чем она может быть связана? Или это так просто? Что касается западного сообщества, здесь ничего необычного нету, потому что все люди, и на Западе разводы перестали быть каким-то компроматом, потому что это было вот еще там лет 40 назад, лет 50 назад, особенно в странах, ну таких, с традиционными ценностями, с католическими ценностями, Франция, Испания, Италия, Германия, где, в общем, не очень хорошо на это смотрели с точки зрения избирателей, потому что они были такие, ну как бы, верили в религию какую-то, верили в церковь, и старые-старые моральные ценности, значит, они были довольно популярны. Теперь все не так, теперь все стало довольно спокойнее, хотя я вам напомню, что с тем же Королевским домом Великобритании ведь был большой скандал, когда принцесса Диана разошлась с Чарльзом, потому что, в общем, это был очень неприятный для британской короны эпизод, тем более после того, как принцесса Диана погибла со своим любовником, и, в общем, принцу Чарльзу, кстати, довольно долго не могли простить, в том числе и британские избиратели, потому что принцесса Диана была очень популярной фигурой публичной, в отличие, кстати, от новой супруги принца Чарльза, нынешнего короля, и который, кстати, является английской королевой, ну, там, королевой не по статусу, а просто по факту. То есть, скажем так, развод премьер-министра Канады это, в общем, никакое не событие, да, это событие, ну, для желтой прессы, для таблоидов, да, будут обсасывать там какие-то пикантные подробности, и все, и на этом деле все это разойдется, и все, и у него есть право, он такой же человек, как все остальные, если это записано в семейном кодексе, что человек может жениться, а также может развестись, то в этом нет никакой, никакой проблемы для западного политика. Проблема в России вот есть, да, в России почему проблемы есть? Потому что Россия постоянно, вот точно так же, как с этими секретными указами, у Путина все секретно, в том числе и его личная жизнь, и вот поэтому, кстати, проблема у Путина возникла, кстати, не в 2013 году, когда он вот развелся с Людмилой, когда действительно они вот во время там антракта, причем это был рояль в кустах, это было понятно, что это была абсолютно исцениванная вещь, они вот пришли, и там случайно оказалась телевизионная группа, которая случайно задала им вопрос, и они случайно, значит, вместе на него отвечали, это все дело выглядело довольно смешно и убого, но тем не менее, это дело состоялось, кстати, это была такая премьера в российской большой политике, да, потому что до этого тоже считалось, что, в общем, не стоит разводиться, я так думаю, что тот самый Медведев давно уже не спит, не разделяет супружеское ложе со своей женой Светланой, которая выглядит, кстати, его как мама, вот это уже отдельный разговор, вот, и тогда действительно это была проблема еще задолго до того, потому что Людмила где-то года с 2007-2008 просто исчезла из публичного пространства, она перестала появляться, она перестала появляться очень редко, появляться, было, когда она появлялась, было видно, что она выполняет обязанность, такую вот государственную обязанность, и вот это она всем видом своим показывала, что я здесь не послушаю, в своей вине, мне это не заставляет никакого удовольствия, да, вот стоит со мной какой-то тут хмырь рядом, вот, изображает из себя президента, а я должна изображать президентшу, мне это не нравится, она, кстати, не любит камеры, она не любит публичные выступления, она плохо говорит, она не умеет говорить, вот, и в этом смысле... Сергей Олегович, позвольте на секунду одну ремарку небольшую ставлю, действительно, я регулярно общаюсь на этом YouTube-канале с бывшим спичрайтером Владимира Путина Аббасом Галямовым, и он когда-то рассказывал о своем сотрудничестве с Людмилой Путиной, да, там он рассказывал, что было все настолько печально, что она не могла даже, ну, как бы выучить и правильно произнести то, что уже было ей написано, и он говорит, и поэтому она старалась просто в этом участие не принимать, это правда, да. Да, действительно, потому что, а тем более, что ей там дали какую-то роль такую защитницы русского языка, и вот был даже какой-то, вот, Аббас Галямов рассказывал, был какой-то пример, когда она прочитала речь такую ужасную, потому что она вроде сама ее стала писать, то есть у нее были спич-райтеры, но она решила ее сама написать, и то, что она произнесла перед докторами наук по литературе русской и по русскому языку, это было настолько ужасно и произвело настолько ужасное впечатление, что просто, и она сама поняла, что больше ей надо переставать заниматься этим делом, и люди, которые ее толкали в эту публичную публичность, тоже поняли, что, в общем, это не ее стезя, вот, и когда в 2013 году все это состоялось, это, кстати, было, отношение, кстати, публики к этому было довольно положительное, потому что, ну, вот, впервые в истории российской политики на таком уровне люди вдруг говорят о разводе, причем они так делают цивильно, типа, мы там, она не бросилась Путину там выцарапывать глаза, не делала ему сцен никаких, не говорила, что он земляной червяк, там, и так далее, хотя на лице у него было написано, что это, скорее всего, она с ним разводится, а не он, потому что он-то, в общем, всегда надувал щеки, он говорил, все, вот, у меня все нормально, значит, вот такая семья, хотя, кстати, никакой семьи у него мы никогда не видели, никаких дочек мы его не видели, вот, как Обама там со своей женой с Мишель, когда приходили в Белый дом, они, вот, кстати, из этого получали просто очки электоральные, да, потому что Обама, когда со своей семьей появлялся на публике, на пять или десять пунктов по сравнению с тем, когда он был один, вот, а у Путина, значит, он хотел бы это сделать, но не получалось, вот, а дальше произошла странная вещь, потому что он развелся в 2013 году на фоне того, что уже там лет шесть или пять ходили слухи о его связи якобы с Кабаевой, вот, и тем не менее, вот уже сейчас десять лет после его развода, а он все-таки почему-то не женится на Кабаевой, и почему-то, вот говорят о каких-то их совместных детях, но почему-то он их не усыновляет, Кабаева время от времени появляется с каким-то там кольцом, и естественно, все таблоиды, вся желтая пресса российская сразу начинает говорить, вот, наконец, она показала, хотя на самом деле на этом кольце ничего не написано, да, это ведь не как у птиц, да, где там выбиты данные, кто с кем оклицевали тебя, и значит, орнитологи потом смотрят, куда ты там перелетел, с кем ты перелетел, сколько ты поспал, в какой постели, в какой резиденции, кстати, нам рассказывали про резиденцию Путина на Валдаре, и там у нее отдельная особняк, где у нее такой терем, чуть не в заточении, она там одна живет с какими-то людьми, а Путин, в общем, рядом, у него государственная резиденция, и все это выглядит довольно странно, ну, плюс к тому же, мы с вами хитренько друг на друга посмотрели, и отсылаем всех наших зрителей к нашим предыдущим эфирам, когда мы более подробно останавливались на интимной жизни Владимира Владимировича, с намеком, что он как раз не соответствует абсолютно Семейному кодексу Российской Федерации, так же, как Медведев, так же, как Володин, так же, как еще очень много российских, Жириновский тот же самый, да, и если вам интересно, переслушайте, или послушайте другие рассказы, у Дмитрия Гордона было много довольных людей, которые на эту тему рассказывали. Да, интервью, кстати, Дмитрия Гордона с Сергеем Жирновым, для тех, кто интересуется сексуальными наклонностями, сексуальными предпочтениями Владимира Путина, крайне рекомендую, можно посмотреть на всех медиаплощадках нашего медиасообщества, однако, кстати, если говорить о том же гомосексуализме в российском обществе, тут еще одна новость, которую я хотел с вами обсудить, но опять-таки, мы не превращаемся с вами в желтую прессу для того, чтобы обсуждать какие-то предпочтения, мы просто говорим о том, как это все коррелирует с теми постулатами, которые декларирует российская власть. Например, актер недавно Алексей Панин пообщался с Ксенией Собчат. Было большое интервью, говорили в том числе о сексуальной ориентации Алексея Панина. Он, кстати, сначала Путина поддерживал, потом в интервью Дмитрию Гордону, кстати, он раскаялся. Теперь, значит, он такой антипутинист, против войны, выехал за границу. И вот он рассказал, что, значит, среди артистов, которые поддерживают войну и поддерживают Путина, на самом деле тоже немало гомосексуалистов. Например, певец Филипп Киркоров, актер Виктор Сухоруков, который многие помнят по фильмам «Брат», «Жмурки». Вот он, кстати, по словам Панина, вообще ни одной ширинки мужской не пропускает. Я просто напомню, что в России с подачи Кремля любую поддержку ЛГБТ сразу приравнивают чуть ли не к преступлению. То есть есть такая статья, и грозят тебе и штрафом чуть ли не до 5 миллионов рублей. Это коррелирует. Сексуальные предпочтения, о которых поговаривают у Путина. Артисты-путинисты, значит, гомосексуалисты. А там гей-лобби в «Газпроме», рассказывал Станислав Беслук-Белковский, тоже мне не раз, поэтому там тоже есть свои вопросы. Но при этом, при всем, абсолютные животные, неприязнь на уровне общества, на уровне государства к ЛГБТ-сообществу. Вот как это так? Вы знаете, кстати, неприязни никакой нету, это просто пропаганда такая. И все это говорит о двуручничестве и о неискренности всей этой власти, потому что просто это вот такая пропаганда, которая потакает самым низменным инстинктам. Вот есть какие-то там зет-патриоты, вот да, они все должны ходить строем, все должны за Путина, все они такие православные, все они семейные, воцерквленные, восемейненные. На самом деле мы легко, хотя бы те примеры, которые вы назвали, доказывают, что на самом деле все это бла-бла, потому что сам Путин никакой не семейный, вот он 10 лет никак не может жениться, хотя говорят, что с Кабаевой. И вы правильно сказали, что мы не копаемся в их грязном белье, они могут заниматься тем, чем они хотят, так сказать, их, когда два взрослых человека занимаются по согласию, чем угодно, это их проблемами, которые, так сказать, частные жили. Другое дело, что когда эти люди выходят в публичную политику и принимают законы, которые преследуют людей за то же самое, вот в этом смысле мы начинаем им тогда говорить, что вы очень неискренные люди, вы подлые люди, нехорошие люди, потому что уж если вы их принимаете, тогда надо соблюдать всем этим законам или не принимать этих законов. Вот и все. И только с этой точки зрения мы высказываемся, кстати, и копаемся в их грязном белье, чтобы показать просто, что Путин лжец, и в том числе и в частной жизни своей. Лицемерие, да, однозначно. Друзья, ваши мысли по поводу этой темы напишите в комментариях, да, если вы посмотрели интервью Собчак и Панина, там было много искренних заявлений от российского актера, свои размышления по поводу его, скажем так, таких достаточно резонансных высказываний, тоже оставьте в комментариях. Ну, а мы напоследок еще, Сергей Олегович, хотел бы одну тему с вами обсудить. Я вообще, когда ее увидел, сразу подумал, вот посмотрел в календарь и глянул, когда там у нас следующая беседа с Сергеем Жирновым, потому что очень хотелось именно с вами это обсудить. На самом деле, в BBC сейчас вышел материал о том, с названием, почему сенсационные заявления, которые были сделаны в Конгрессе офицерами американской разведки по поводу неопознанных летающих объектов, абсолютно не стали сенсацией. Вот действительно, уже почти неделя прошла с того момента, как в Конгрессе выслушали офицеров военной разведки США, которые под присягой рассказали, что в распоряжении американских властей есть предметы, которые созданы незаменимым разумом, в том числе корабли инопланетян. Более того, они уже вступали в контакт с незаменной цивилизацией, но просто все это засекречено, об этом не говорят. И вот прошла почти неделя с того момента, и в общем-то, ну в Украине-то понятно, у нас война идет, у нас проблемы, нам сейчас не до инопланетян, у нас тут есть с кем, значит, бороться, у нас вторжение с другой стороны. Однако, вот действительно, ну когда уже под присягой, об этом говорят офицеры американской разведки, почему такая, какая-то достаточно слабая реакция в обществе? В России, кстати, между прочим, я помню Рогозин, когда был еще, ну нынче он там пособник оккупантов, военный преступник, но когда он был главой Роскосмоса, он говорил, что в России тоже есть, кстати, какой-то отдел, который занимается изучением неопознанных летающих объектов, просто пока что у них, значит, в Кремле слушания по этому поводу не проходят. Ну, потому что, во-первых, уже все уже перегорели этой темой, уже было несколько заявлений давным-давно, и все люди, которые занимаются этой тематикой, они уже все знают. Здесь не было ничего нового, да, это раз. Во-вторых, все-таки слабина всех этих людей, которые выступали в Конгрессе, это то, что это свидетельские показания, да, и поэтому на уровне свидетельских показаний это уже все слушано, переслушано, прочитано многократно, уже фильмы сняты, документальные фильмы сняты, которые практически для всех людей, которые размышляют, уже, по крайней мере, вероятность того, что это правда, уже является очевидностью практически. Но нет материальных доказательств, или эти материальные доказательства не хочет представлять ни Пентагон, ни ЦРУ, ни любые американские ведомства. В этом смысле есть объяснение, вот, кстати, в этих ответах, потому что вполне возможно, что это просто технологическая тайна, потому что один из офицеров, который говорил об этом, он сказал, что если бы у нас, ну, в смысле у землян, появилась возможность использовать такие технологии, то вообще война перешла бы на какой-то другой совершенно уровень, да, то есть, грубо говоря, это супероружие, против которого сейчас нет никакой защиты, вот, и, возможно, просто американцы хотят хоронить, ну, то есть, американское государство хочет сохранить технологический секрет, чтобы это не перешло, там, китайцам, россиянам, потому что, представьте себе, ну, ладно, еще там какие-то приличные страны, а представьте себе Северную Корею, которая получает какой-нибудь секретный инопланетян и которая начинает вдруг такое маленькое бандитское государство, которое начинает терроризировать весь мир, которое уже и так с той технологией, которая у нас сейчас есть, может это делать, а уж с инопланетной тем более, вот поэтому и плюс лето, на самом деле, мы сейчас все в отпусках, у нас вот в Афранции сейчас все на море, я, кстати, с вами тоже сейчас говорю там с моря, и по этому поводу живь вся замерла, и только какие-то супер-пупер, какие-то известия способны чего-то еще изменить, чтобы, ну, просто серьезная тематика сейчас не не заходит, и даже такая вот, какая-то такая тематика, которая вроде бы должна была нравиться людям, люди просто не смотрят телевизор сейчас, грубо говоря, когда можно купаться в море, зачем смотреть телевизор. Ну, друзья, вне зависимости от того, купаетесь, ну, в море, наверное, сейчас мало кто в Украине купается, но вне зависимости от того, как вы проводите это лето, если вы уж посмотрели нашу сегодняшнюю беседу, пожалуйста, как честные люди, поставьте лайк этой беседе, на самом деле, за наши старания, для того, чтобы Сергей Олегович чаще заходил к нам в гости, вы и так имеете возможность лицезреть Сергея Жирнова, экс-шпиона, бывшего сотрудника внешней разведки КГБ и писателя, у нас тут регулярно, каждые две недели, будем надеяться, что это будет и дальше, особенно, если вы подпишетесь на его YouTube-канал, а также на YouTube-канал нашего медиа-сообщества. Спасибо, что были с нами, Сергей Олегович, благодарю вас, что находите время. Спасибо.